МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры сделал DimaTorzok и по одному окну в каждом населенном пункте региона. На сегодня офисы МФЦ предоставляют порядка 180 услуг. Перспективы работы учреждения Ярослав Нилов обсудил с директором МФЦ Эдуардом Бухариным. Большой очень спектр услуг региональных. Это 97 услуг. И в основе своей это 72 услуги. Это услуги в сфере социальной защиты. Очень много услуг, связанных с выплатами пенсионеров. Одна из последних новых услуг – выдача социальной карты населению. Сегодня с помощью карты осуществляется выдача питания для детей. Эдуард Бухарин отметил, что количество заявителей растет с каждым годом. За семь месяцев текущего года оказано столько же услуг, сколько за весь прошлый год. Депутат Госдумы от фракции ЛДПР на себе испытал процесс получения госуслуг в режиме одного окна. Все, я встал, и дальше на экране, видимо. Да, сейчас голосовую. Номер один. Окно шесть. Метод одного окна – один из принципов борьбы с коррупцией, говорит парламентарий. Особенно удобно для граждан то, что копии документов и фото, например, на водительское удостоверение, можно сделать прямо в офисе. Удобно. Чисто, аккуратно, комфортно и удобно. И самое главное, что это в ногу со временем снижает затраты, позволяет гражданам планировать свое время, понимая, когда очередь, когда лучше прийти, когда лучше обратиться. И со временем, я думаю, что это правильно, чтобы со временем такие услуги, они могли бы какие-то дополнительные услуги оказываться, когда государство могло бы зарабатывать. Вот, наверное, слышали вы о том, что предлагают красивые номера на транспортные средства продавать. Вот, пожалуйста, через такие центры это можно было сделать. По словам депутата, сам услугами МФЦ он воспользовался один раз, получал доступ к сервису госуслуги. Один из возможных путей развития сети МФЦ, сказал Ярослав Нилов, это введение платных услуг. Так структура сможет зарабатывать средства и снизить нагрузку на федеральные и региональные бюджеты. В Ненинском округе идет подготовка к выборам глав и депутатов муниципальных образований. Они пройдут в единый день голосования 10 сентября. Совмещенные выборы пройдут в Андикском, Карском, Омском и Пустозерском сельских советах. Выборы депутатов в Амдерме, Великовисочном, Коткино, Тиманском и Хаседохарском сельских советах. На территории городского округа, город Наринмар, дополнительные выборы депутатов городского совета по многомандатному избирательному округу номер 5 «Центральный». Место в горсовете оказалось вакантным после того, как избранный депутат Центрального округа Ольга Старостина перешла работать на государственную должность. В выдвижении кандидатов принимают участие 4 парламентские партии – «Единая Россия», «ЛДПР», «Справедливая Россия» и «КПРФ». В ближайшее время будут зарегистрированы все кандидаты. Для допуска к регистрации они обязаны предоставить не менее 10 подписей избирателей. На сегодняшний день в общей сложности выдвинулось 143 кандидата. Из них 19 кандидатов на глав муниципальных образований – это 4 мандата. 124 кандидата выдвинулись у нас в депутаты советов, которые претендуют на 67 депутатских мандатов, из которых 115 кандидатов выдвинуто в сельских поселениях округа и 9 кандидатов выдвинуто на дополнительных выборах депутата городского совета. Как сообщили в окружной избирательной комиссии, ожидаемая явка не менее 40%. Ближайшие выборы станут своеобразной репетицией предстоящих выборов следующего года. 18 марта 2018 года гражданам России предстоит выбрать главу государства. Осенью 2018 года жители Ненецкого округа будут выбирать депутатов городского собрания и Архангельской области. За прошедшие полгода число городских избирателей увеличилось на 39 человек – до 16 880 человек. Сельских жителей – на 31 избирателя – 16 808 человек. Общая численность избирателей Ненецкого округа составила 33 688 человек. По оперативной информации основного оператора северного завоза предприятия «Северожилкомсервис», на сегодняшний день в село округа по морю и рекам доставлено более 75% от плановых объемов завозимого дизельного топлива и масел. Объем доставки каменного угля и дров за неделю сильно не изменился, но уже превысил планку в 60%. Бензина по морю и рекам в поселения завезено чуть больше половины от планируемого объема. Как пояснили работники муниципального предприятия, на сегодня полностью завершена доставка по малым рекам угля и дров. На 100% выполнен завоз масел и смазок речным путем. В целом кампания идет согласно графику. Всего в рамках северного завоза «Северожилкомсервис» завезет в село округа более 21 тысячи тонн угля, 5,5 тысяч кубометров дров, 7600 тонн дизельного топлива, 69 тонн масел и смазок и 119 тонн бензина. Согласно графику поставок, все топливо должно быть завезено в село округа до 30 сентября. Другой оператор северного завоза «Ненецкая нефтяная компания» контракт по доставке угля исполнила полностью. По доставке горючих смазочных материалов почти на 90%. Обществу осталось обеспечить энергоресурсами три населенных пункта. Всего в рамках кампании ННК доставят в округ 7700 тонн дизельного топлива, более 140 тонн автомобильного бензина марки «Регуляр-92» и 80 тонн дизельных масел и смазок. Продолжается подготовка к северному завозу в поселке Амдерма. Местному предприятию «Амдерсервис» необходимо провести торги на поставку топлива в ближайшие дни. Если этого не произойдет, муниципалитет рискует остаться без энергоресурсов на предстоящий зимний период. В эти минуты работники предприятия в оперативном порядке завершают подготовку конкурсной документации. Всего в рамках северного завоза в Амдерму необходимо до 31 октября доставить 1300 тонн дизельного топлива, 7900 тонн бензина. Причина задержки торгов – смена руководства на предприятии и, как следствие, необходимость оформления новой цифровой подписи для организации закупки через электронный портал. Губернатор округа поручил активизировать работы по строительству и реконструкции спортивных объектов. Речь идет о возведении крытого теннисного корта Дворца Спорта Норд, а также реконструкции спортивного зала детско-юношеского центра «Лидер». Спортивные площадки на базе этих учреждений позволят уже с нового учебного года развивать в Наринмаре еще четыре вида спорта – большой теннис, баскетбол, волейбол и мини-футбол. Как сообщил исполняющий обязанности руководителя Дворца Спорта Норд Игорь Латкин, возведение корта идет по графику. По условиям контракта работы должны быть завершены к началу сентября. В настоящее время металлоконструкция здания с утеплителем и оборудованием доставлены в Наринмар, и в ближайшее время начнется сбор корта. Объекты будут отапливаться. Корт рассчитан на два теннисных поля с покрытием «Харт». Средства по возведению нового спортивного объекта выделены компанией «Лукойл» в рамках соглашения с Ненецким округом о социально-экономическом сотрудничестве. Планируется, что новая спортивная площадка будет открыта для юных жителей Ненецкого округа в рамках программы дополнительного образования Дворца, а для взрослых любителей тенниса – по платному абонементу. Что касается реконструкции детско-юношеского центра «Лидер», контракт на замену напольного покрытия в учреждении был заключен 6 июля и должен быть исполнен до 15 сентября. В настоящее время старое напольное покрытие зала полностью демонтировано и вывезено. Проводится закупка нового спортивного покрытия швейцарского производства, которое является профильным сразу для трех видов спорта. Стоимость реконструкции – 9 миллионов 300 тысяч рублей. Средства выделены компанией «Башнефтполюс» в рамках соглашений с администрацией Ненецкого округа. После обновления зала в «Дюдслигер» появится возможность проводить соревнования по мини-футболу, баскетболу и волейболу. Рыбаки обсудят актуальные вопросы отрасли уже в ближайший месяц. В Ненецком округе продолжается подготовка к проведению очередного заседания Территориального рыбохозяйственного совета. По поручению губернатора округа к заседанию Совета профильного окружного ведомства должно проработать ряд принципиальных для окружных рыболов вопросов. На обсуждение представителям отрасли необходимо представить четкий план по решению проблемных вопросов, в том числе связанных с регистрацией лодок, получением прав и выделением рыбопромысловых участков. Там, где требуется внесение изменений в федеральное законодательство, губернатор округа поручил подготовить поправки к началу осенней сессии. Также профильное окружное ведомство представит на совет свои наработки по строительству на территории субъекта первого рыборазводного завода. Как пояснили в профильном департаменте, основную долю их теопродукции в пресноводных водоемах региона составляют рыбы семейства сеговых, такие как пелет, чир, омуль, сик, нельма и ряпушка. Из-за антропогенного воздействия уровень естественного воспроизводства сеговых заметно падает и не обеспечивает былую численность данного вида рыб в водоемах округа. Кроме того, Нинецкий округ на сегодня является единственным субъектом северо-западного федерального округа, в котором полностью отсутствует аквакультура. В связи с этим в округе и рассматривается вопрос создания рыборазводного завода. В юбилейный год празднования Дня оленя количество полетов кочевникам увеличится вдвое. В этом году вертолеты Наринмарского авиаотряда выполнят 14 рейсов, что вдвое больше, чем годом ранее. В 2017 году День оленя в Нинецком автономном округе будет отмечаться 85-й раз. Как и в прошлом году, праздничные полеты начнутся с 29 июля. Первый вертолет отправится в СПК «Путь Ильича». Всего в рамках празднования Дня оленя в этом году планируется совершить 14 вылетов в сельхозпроизводственные кооперативы «Путь Ильича», «Рассвет Севера», «Коапхоз Ерв», Нинецкая община «Канин», «Нарьяна-Ты», «Ижемский оленевод и компания», «Индига», «Восход», «Заполярье», «Харп», семейнородовые общины «Салды», «Ямпто», «Елумт», «Выту», «Апседа» и в стойбище «Гупнау» Нинецкая агропромышленная компания. Основные мероприятия, посвященные Дню оленя в хозяйствах округа, запланированы в период со 2 по 6 августа. В местах кочевий в эти дни пройдут состязания по национальным видам спорта, а в населенных пунктах округа будут организованы чествования ветеранов оленеводства. Как пояснили в оргкомитете, на вертолетах Наринмарского авиаотряда в стойбище, помимо наград победителям отраслевых соревнований, доставляют продукты питания, а также привозят родственников оленеводов, ветеранов отрасли и гостей праздника. Кроме того, в тундру, в общину «Ямпто» вылетят ветеринарные специалисты для проведения вакцинации оленей, специалисты для сбора проб почв с целью обследования на наличие спор возбудителей сибирской язвы. В юбилейный для праздника год губернатор округа Игорь Кошин присвоил первые профессиональные почетные звания. Почетный оленевод НАО и Почетная чумоработница НАО. Имена награждаемых уже известны и будут объявлены в дни празднования Дня оленя. Благоустройство дворов и общественных зон. В поселке Искатели стартовал проект «Комфортная городская среда». Управляющие компании обязаны покосить траву возле многоквартирных домов. В поселке Искатели в текущем году в рамках реализации федерального проекта «Комфортная городская среда» будут благоустроены три объекта. На одном из них работы уже завершены. Два других находятся в процессе. В этом лично убедилась наша съемочная группа. В районе домов номер 3 и 3А по улице Строителей в скором времени появится детская игровая площадка и установят на месте бывших бараков. В настоящее время здесь выполнена отсыпка территории песком и производится ее разметка. В скором времени рабочие приступят к благоустройству игровой зоны. Согласно проекта, на территории площадью 317 квадратных метров установят игровое оборудование, скамейки и урны. Вдоль площадки появится металлическое ограждение и уличные фонари. Подрядчик планирует завершить работу уже в ближайшем месяце. А это уже другой объект – зона отдыха в поселке Факел. Расположен этот зеленый островок на пересечении улицы Молодежная и переулка Газовиков. Здесь есть небольшая площадка для отдыха, установлены скамейки и урны. Имеется уличное освещение. Еще один объект, который в этом году будет благоустроен в поселке Искатели, в рамках реализации федеральной программы по формированию комфортной городской среды – дворовая территория в районе кирпичных домов по улице Монтажников. Это, пожалуй, самый крупный объект из трех. На сегодняшний день рабочие уже демонтировали старое оборудование детской площадки. Ведется разбивка территории и установка бордюрного камня. Планируется, что уже к осени работы на объекте будут завершены. Местные ребятишки с нетерпением ждут обновления игровой зоны. Вы ждете площадку-то новую? Да. Ну, оба на посторе уже построилась. Как отметил заместитель главы администрации поселка Искатели Николай Литвин, на территории муниципального образования есть и другие территории, которые необходимо благоустроить. Но в текущем году средств хватило только на три объекта. Здесь были выделены средства из софинансирования федеральной окружной и плюс софинансирования наш бюджет. Плюс к этому из бюджета заполярного района некоторая сумма была выделена. То есть в рамках дополнения к комфортной городской среде там будет асфальтирование проведено. Ну, в итоге эта сумма где-то около 10 миллионов. Это общее, да, уже? Да, это все. Учитывая все. Планируется, что в следующем году реализация федерального проекта по формированию комфортной городской среды на территории поселка Искателей будет продолжена. Это значит, что благоустроенных дворов станет больше. Ирина Нежалова, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. Управляющие компании обязаны покосить траву возле многоквартирных домов. Как сообщает пресс-служба мэрии, отдел муниципального контроля уже направил в адрес девяти управляющих компаний ИТСЖ письма с просьбой активизировать работу по проведению территории многоквартирных домов в надлежащий вид, соответствующий требованиям, правил и норм по благоустройству. В частности, управляющим компаниям напомнили, что они обязаны вовремя проводить покос травы в полисадниках и дворах. Своевременно отстриженный газон – это не только вопрос эстетический, но и пожарной безопасности. Особенно это касается деревянных домов. Отмечу, что требования, подлежащие к содержанию зеленых насаждений, относятся не только к многоквартирным домам, но и к учреждениям и организациям. Заросшие травой полисадники и дворы могут обернуться для управляющих компаний административным наказанием, предупреждением или штрафом от 10 тысяч до 30 тысяч рублей. Мотивация для тех, кто хочет организовать свое дело. Пять бизнес-инициатив безработных граждан получили финансовую поддержку округа. В регионе идет прием заявлений от студентов на получение окружной стипендии отличника. Пять бизнес-инициатив безработных граждан получили финансовую поддержку округа. Для обеспечения самозанятости и развития предпринимательской деятельности среди безработных жителей в регионе предоставляется комплекс услуг и мер соцподдержки. В частности, материальную помощь из окружной казны на организацию своего дела в этом году получили пятеро начинающих предпринимателей. С начала года специальные комиссии были одобрены стартапы по созданию крестьянско-фермерского хозяйства, которое выращивает картофель, и организации строительной фирмы, устанавливающей натяжные потолки. Кроме того, одобрения получили проекты по открытию двух магазинов и рекламного агентства. Каждый из них, начинающий предприниматель, получил единовременную выплату в размере около 106 тысяч рублей. В целом, в 2017 году на данную меру соцподдержки предусмотрено более 2 миллионов рублей. Всего за последние пять лет при финансовой окружной поддержке свое дело открыли 49 безработных жителей региона. Кроме единовременной финансовой помощи, комплекс мер по содействию самозанятости включает консультирование и профориентирование потенциальных предпринимателей, профессиональное обучение по специальностям, помощь в составлении бизнес-планов. Подробнее узнать информацию о госуслуге, содействуя самозанятости безработных граждан и о порядке предоставления единовременной финансовой помощи можно в Центре занятости населения Ненецкого округа. В регионе стартовал прием заявлений от студентов на получение окружной стипендии отличника. По итогам минувшего учебного года за получение окружной стипендии отличника Ненецкого округа студенты должны обратиться в Центр развития образования. Поощрения назначаются только круглым отличникам, получившим в первом и втором семестрах по всем предметам оценки «Отлично». Документы для назначения специальных денежных поощрений из окружной казны подаются до 31 октября текущего года. Их можно предоставить лично, а в ближайшей перспективе и онлайн через региональный портал государственных и муниципальных услуг. Стимулирующие выплаты за счет средств окружного бюджета тем, кто добивается высоких результатов в учебе, выплачиваются единовременно один раз в год по итогам прошедшего учебного года в следующих размерах. По 13,5 тысяч рублей получат студенты вузов, по 10,8 тысяч рублей – обучающиеся в общеобразовательных организациях среднего профессионального образования. По итогам 2015-2016 учебного года стипендию отличника получили 47 студентов на общую сумму свыше 593 тысяч рублей. Еще годом ранее за стипендии отличника обратились 77 студентов. Им в сумме перечислили почти 1 миллион рублей. Такова информационная картина дня. Мы следим за развитием событий. Увидеть новости вы сможете и на нашем сайте адрес trksever.ru. Далее смотрите прогноз погоды.